Этот рабочий визит главы городского округа приурочили к подготовке празднования Дня Победы. В центре внимания монумент воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Напомним, отремонтировали его в прошлом году. Было выполнено бетонное покрытие с мраморной плиткой. По новому дизайну Вечный Огонь зафиксировали на постаменте. Достаточно долгое время не было уделено должного внимания. Традиционно 9 мая в течение года здесь собираются люди почтить память погибшим, дать уважение всем тем героям, воинам, которые отстояли нам право жить в свободном, независимом государстве, защитили страну от нападков фашистской Германии. И по программе благоустройства и создания комфортной городской среды здесь были проведены серьезные работы. Мы сегодня видим полностью готовое место к встрече 9 мая, главного праздника для нашей страны – Дня Победы в Великой Отечественной войне. Директор комбината по благоустройству заверяет, 8 мая здесь наведут завершающую красоту. Имеющиеся клумбы засадят цветами. Деревня Демихово – следующий объект рабочего визита. Обелиск войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 9 мая монумент станет финальной точкой шествия «Бессмертный полк». Территория главной улицы, по крайней мере, точно приведена в полный порядок. У обелиска, где будет финальная точка «Бессмертного полка» 9 мая, также все подготовлено, буквально к 9 мая еще помоют, и я думаю, что все будет замечательно. Объезд присоединенной территории продолжается. Дом культуры – основное место притяжения демиховчан. По губернаторской программе на прилегающей территории будет установлена детская игровая площадка порядка 450 квадратных метров. Задняя часть останется пустой. Напомним, что именно здесь, на траве, проходит традиционный летний фестиваль «Варваренье». У нас намечены ряд мероприятий. Это и по благоустройству дворовых территорий. Также мы планируем поставить ближе к спортивному комплексу «Локомотив», поставить хоккейную коробочку по программе Министерства спорта. Коробочка универсальная, на ней можно будет зимой играть в хоккей, а летом будет мягкое на ней покрытие, где можно и мини-футбол, и волейбол, и баскетбол. Все для этого необходимо есть. Также теплые раздевалки, трибуны для болельщиков. Второй этап реализации губернаторской программы «Мой подъезд» продолжается. Демихово, улица Заводская, 21. Здесь ремонт на стадии завершения. Заменены окна, покрашены стены, однако не все стандарты подрядчиками были учтены. Как стало известно, побелка не допускается, необходимо использовать только водоэмульсионку. Этот недочивот глава городского округа просил учесть при работе на следующих объектах. Несмотря на то, что работает наше муниципальное предприятие здесь, ПТО номер 8, тем не менее, для них программа новая. Я думаю, что они нас услышали, все наши замечания примут во внимание, и устранят те недочеты, которые есть, и дальше будут делать все так, как нужно. В этом году компания НКС отремонтирует 404 подъезда. Первый этап будет завершен до 10 мая, второй реализуют до 1 июня. Улица Пушкина, 20. Здесь продолжаются работы по электрике, ремонт выполнен на 90%. По новым стандартам Министерства ЖКХ все окна в подъездах должны меняться на пластиковые. Введен стандарт и на ремонт навесов. Входные группы и другое напольное покрытие первого этажа необходимо выкладывать плиткой. На улице Геннадия Панина ждут жители. Здесь обсуждается вопрос замены дверей и качества выполненного ремонта. На стадии завершения работы и в доме номер 15 по улице Красноармейская ответственная управляющая компанией Мидас Бриз. Все началось с выравнивания стен, так как дом довольно старый. Сомнения вызывает лишь их цвет, однако здесь дело вкуса. Недаром выбор предоставлен жителям. Замечания к состоянию дверей после ремонта и к ступенькам. Дом был в прошлом году капитально отремонтирован по программе капремонта. Фасады были сделаны. И, конечно, очень правильно, что компания заявила именно этот дом на ремонт подъездов по губернаторской программе. Дом достаточно старый, поэтому в каком состоянии были подъезды, вообще говорить нечего. То, что мы сегодня увидели, по большому счету понимание есть, есть нюансы. Но, как говорится, всегда все кроется в нюансах. Это, безусловно, много вопросов, нареканий вы слышали у жителей к ремонту лестниц. Один из главных вопросов, это работа с побелкой, она недопустима, потому что это все временное явление, плюс это марка достаточно. Поэтому, я думаю, что нас подрядчик услышал, плюс управление ЖКХ, руководитель, который возьмет это на контроль обязательно. Я думаю, что будем перестраивать работу, налаживать и ее наладить. Картинкой можно назвать и подъезд в Малой Дубне. Здесь ремонт выполняет компания «Домсервис». Представитель делится, потолок красили акрилом. Продолжается работа по замене входной группы. В завершении провода спрячут в короба. Вторая дверь в подъезд будет деревянной. Объезд Малой Дубны завершается осмотром обелиска памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Главе городского округа показывают маршрут, по которому пройдут участники акции «Бессмертный полк». Одновременно смотрим на состояние монумента, а также прилегающей территории. Замечаний нет.